Нет, я конечно периодически чувствовал пустоту в своей душе, но я что-то не уверен, что эту пустоту... Да всё потому, что мы это, старики с табаком. Майни, мы с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на видео с канала Уголок Акро, называется Родители против квадроберов, скандалы, запреты и миобойка. Не знаю, что миобойка делает. Позвольте смотреть квадроберы, что-то у нас второй видос про квадроберов, а чё бы и нет, панове. Кто такие квадроберы и чем они напугали родителей и уполномоченных людей? Эта субкультура направлена на расчеловечивание и реализацию, именно так. Это мне понравилось родителям, дети которых стали изображать из себя животных. Все страхи именно от незнания и от непринятия нового, ну такой уж у нас народ. Откуда они взялись и как это движение связали с людской агрессией? А сегодня детишки стали адептами субкультуры Фурии, направление как неукротимо лесной пожар охватило весь мир и... Ну это же не Фурии. Вообще не шалят. Позеры! Позеры! Ну реально позеры. Ну факт, позеры. Сейчас, блин, у меня этот захватывается. Громко слишком. Ладно, я поправлю. И Россия не стала исключением. Многие растут с запада. Я считаю, просто дети и люди теряют индивидуальность свою. Как певица Мия Бойко осудила восьмилетнюю квадробишу на сцене и что это вообще за дичь такая? Ты тут у нас котенок и ты квадробик не найдешь. Кто-нибудь еще это поддерживает из нас? Я погрузился в очень странные вещи, не отходите далеко. Ой, квадроберы эти? Я думала, это вот сказка. Всем массовый здрев. Ой, гнев, гофта классная. Привет. Ну вот только знаете, пока кто-то открывает для себя новые физические законы, читает там труды Аристотеля, к чему пришел я? Ну еще полгода назад я не знал, кто такие квадроберы. А еще пару недель назад я не знал о существовании такой певицы, как Мия Бойко. И я, возможно, вас удивлю, но я как-то с этим жил. Нет, я, конечно, периодически чувствовал пустоту в своей душе, но я что-то не уверен, что эту пустоту... Да все потому, что мы это, старики с тобой, Аккер, старики, мы уже это, на пенсию пора, мы пенсия с тобой. Пустоту мне нужно было заполнять именно этим. Вообще нужно уточнить, что всяким субкультурам и движениям уже много-много лет. Люди всегда сбивались в какие-то группы, где могли разделить их интересы. А иногда дело бывает даже не в интересах, а просто в желании избавиться от одиночества. Я сам никогда не был вхож ни в какие субкультуры и движения. Как минимум, потому что я и без подобных излишеств получал люлей в школе, и как-то не особо хотелось усугублять ситуацию. Тем не менее, я... Ну да, на самом деле, в жизни я тоже никогда не был в какой-то субкультуре. Мне никогда это не тесал, а мне не тесал только компьютеры, компьютерные игры и программирование в свое время. Какие субкультуры? У меня дома компьютер! Он важнее. В жизни видел всякое. Я видел Эмма и Готов. Я видел чувакари-дансов в торговых центрах. Ну и, конечно же, Фурией. Куда без них? Фури-тень последние годы тянется за мной. У меня есть комикс по моему сценарию под названием «У данной проблемы», где главная героиня – крольчиха и живет на вне... Вот так вот. Стал тоже Фури. ...и зверей. Ну, бывает. И частенько я получал реакцию типа «Фу, Фури, зачем эта фурятина? Почему нельзя было без фурятины?» То есть у людей сразу просыпались ассоциации либо с тематическими картинками 18+, либо с какими-то неадекватными представителями среди людей в фурсьютах. А когда я задавал резонный вопрос, почему вас в детстве не смущали всякие мультики с человекообразными животными? Я вот тоже никогда не понимаю. Люди насчет Фури так у них начинают... Это то же самое. Я игру сделал, она даже не слишком Фури... Ну, типа... Ну, ладно, окей, там типа Фури... Не знаю, животные. Для меня это больше, знаете, Дисней вот как-то вот в эту сторону если-то смотрел. Диснейские мультики, все дела. Почему сразу у всех какая-то странная ассоциация? Мне кажется, это все в меру своей испорченности. Сами там вот заходят на всякие сайтики и пишут так... Фури, без Фури... Голие Фури. Смотреть онлайн, ССМС и регистрации. И такие, блин, осуждаю, осуждаю и смотрят. Спотными, но при этом смущает мой комикс, честно говоря, я не получал никакого внятного ответа. И ребята, о которых сегодня пойдет речь, тоже вначале обозначались как Фури. Вот какого типа сообщения были во всяких телеграм-каналах, когда все только началось. Обстановка в Новосибирске. Зумеры Фури захватили город. Это уже не смешно. Не смешно! Не поняли, да? Вот это захват города, я понимаю. Надо будет целый спецназ вызывать для освобождения. Но позже за такими ребятами закрепился другой термин. Квадроберы. Я квадробер. Я, я квадробер. Пикни квадробер. Кошечка квадробер. Кошечка квадробер. Что значит пикми? Что? Я не понимаю, что значит пикми. Я сейчас читаю реально стариком. Я, я... Найк Про. Пикми. Что за, блин, бред? Вы можете общаться нормально словами. Букавами! Букавами общаться! Какие пикми, блин? Какие Найк Про? Найк Про я только недавно узнал. И, блин, с помощью того, что мне объяснили. Как деду объяснили. Нереально, как деду объяснили. Мне скоро будет объяснять, что такое кринж. Итак, люди, которые живут не в той части интернета, в которой... Типа, пикми, ну пикми-то выбери меня. Ну, если перевести, пикми. Мне так путь же говорил в доте. Я его ни разу не выбрал. Потому что я шо? Я не ведусь на провокации. Почему-то живу я, я все вам поясню. Квадробика это своего рода спорт, заключающийся в передвижении человека на четырех конечностях, имитирующий наземное передвижение животных. Чаще всего имитируются движения лошадей, кошек и собак. Любопытное развитие. Но вообще мне бы не помешало бы развить мозг и рефлексы, чтобы лучше играть в War Thunder. Это бесплатный масштабный многопользовательский... Автор покушает. Это одобряемо. Вот этот автор тоже покушает. Опа, привет. Я тут подъехал к вам, чтобы сказать, что у меня вышла игра в Стиме, ребята. Если вы хотели как-то меня поддержать или попробовать мою игру, просто может она вам даже понравится. Я был поэтому очень рад. Вы можете перейти по ссылке в описании и ее купить. На самом деле это будет сейчас лучшая поддержка меня. Для меня это очень важно, правда. Это прям новая ветка моей жизни. Поэтому если вы правда хотите меня поддержать, приходите в Стим, покупайте игру, играйте ее. Оставляйте отзывы. Вот. А так продолжаю отследить видос. Пинки Пай. Пинки Пай это хорошая подня, я согласен. Советская техника и скоро закончится. Если у вас сейчас реакция типа, ой, это молодежь, чего только в наше время понимаешь ли не придумает, то должен вам сказать, что начало этому движению было положено еще в нулевые годы. Особо это дело популяризировал японец Кинити Ито по прозвищу Человек-Обезьяна, который в 2015 году установил мировой рекорд. Он пробежал 100 метровку за 15,71 секунды на четырех ногах. Иронично, ведь Ито еще в детстве дразнили, называя обезьяной. И он решил превратить этот, казалось бы, обидный ярлык в собственный триумф. Он сейчас переиграл? Переиграл. Давайте будем честными. Рекорды, вот эти все рекорды Гиннеса, там столько кринж-рекордов, типа на уровне «Засунь 35 маршмеллоу в рот», «Разбей головой арбуз». Ну типа, это не спорт, это просто какие-то приколдесы, очень странные рекорды. Я не считаю, что это сразу стоит назвать спортом. Мило свое развитие. У них есть свой флаг и даже гимн. Вот это для смелых перчатки и хвост. Прощайте, оковы, нас ждут веселые водородки. Это же Псайон. Они используют... У них гимн не рассеткой написан. Вы жалкие. Это жалко. Это печально. Хотя многие охотнее воспринимают как гимн вот эту штуку. Наша подоберская жизнь бывает сложна в юности, даже моя семья заболела меня. Окей, вы, наверное, спросите, почему эта явно крайне не массовая субкультура внезапно достучалась до кучи детей. Конечно же, все растет. Суно, 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 точно, суно. ...стет из ТикТока, куда же без него. Но Ютуб тоже не прошел стороной. И видео под названием «Введение в квадробику», которое было залито еще в 2015 году, внезапно завирусилось в 2020. Особенно в этом ролике людей позабавил следующий совет. Пожалуйста, не поддавайтесь искушению преследовать прохожих, которые останавливаются, чтобы посмотреть на вас. С трудом могу понять, почему у меня вообще должно появиться такое искушение. Но я просто в такую позу не вставал. Возможно, из-за подобного мозг начинает работать иначе. Ну что ж, как на всю эту тему с квадроберами отреагировало общество? Ну, конечно же, с восторгом. Это субкультура направлена на расчеловечивание и... Именно так. Да, 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 конечно. Ну, эксперты эти, знаете, эксперты, которые просто ничего себе не представляют, но эксперты. ...подражать животным. Но порой в образ вживается уж слишком сильно. В той же Казани уже есть жалобы, что человекоподобные на четвереньках Настолько слились с природой, что стали бегать и кусать прохожих И все чаще можно встретить на улицах города Капец, кого-то ребенка какого-то побило, забрало маску Двигаются как и на двух ногах, так и на четвереньках Называют себя квадроберами В связи с чем появились призывы признать перевоплощение в животных деструктивным И даже ввести административную ответственность за привлечение к субкультуре детей И вот всплывает вопрос, привлечение к субкультуре это что? Если кого-то просто зовут, ну там побегать на четвереньках в маске Это уже должно привести к ответственности? Или все-таки речь про укусы? Но я полагаю, кусать других людей в любом случае наказуемо И не важно, носит ли твой обидчик маску волка и в какой позе он находился во время укуса Или типа, когда тебя кусает на четвереньках, ощущения более болезненные Это не понравилось родителям, дети которых стали изображать из себя животных Будем счастливы, родителями вообще все новое не нравится Большинству родителей все новое это отрицание Даже по своим родителям могу сказать Для них Ютуб в свое время То, что я запрограммировал Им это все было неинтересно Это сейчас моя мама понимает меня И мой отец вроде бы начал понимать меня То, когда я был ребенком, им все это было Ой, ты этими своими компьютерами себя не прокормишь Это классика Вот эти свои игрульки вечные Ютуб, это баловство, никто там не зарабатывает Вот так получилось, блин, мама, простите, я доказал А это целая субкультура И возраст тут не важен, но важно оказалось многим людям, которые попросили Это же Фурия не квадробер Позеры Отменить И Фурии такие А че в смысле? Я в этом костюме еле дышу Куда тут еще кого-то кусать? Многие растут с запада Есть основания полагать, что кто-то занимается режиссурой этого процесса Режиссурой процесса Что, Стивен, мать его, Спилберг тайно снимает детей на улицах России Потому что ему больше не дают работу в Голливуде? Забавно, что представитель родительского комитета Скорее поверит не в то, что дети могут заниматься странноватыми вещами, что свойственно детям А в то, что есть какой-то коварный кукловод, который дергает за ниточки Проблема существует, и она намного глубже, чем кажется на первый взгляд Общественность уверена, это может влиять на психику Я считаю, просто дети и люди теряют индивидуальность свою Одевая маски и не показывая себя такими, какими они есть И вот, честно говоря, тут я уже не понимаю посыл Я почти уверен, что эта дама в свое время ходила на какие-нибудь детские Да, да, ну были ж утренники детские, там тоже масочка Гляньте, сборщик квадроберов Ё-моё, блин, фури квадроберы Гляньте, посмотрите на них, запомните Утренники с масками животных, как и большинство в этой стране, я полагаю Но при этом никогда не поднимался вопрос, что данная детская забава лишает нас индивидуальности Более того, я почти уверен, что если бы на горизонте не появилось это самое слово квадробер Половина родителей бы вообще не заморачивалась Многие, как только слышат какое-то непонятное западное слово, которого не было в их детстве Сразу бьют панику, толком ни в чем не разобравшись Вот он, к примеру, я с ушами кролика в детстве Я фурия, я квадробер Или все же просто ребенок с долбанными кроличьими ушами Фури квадробер, ответ очевиден Но я могу точно с уверенностью сказать, что я никого не кусал Против их воли И такие случаи действительно имеются, по крайней мере, если верить ряду СМИ В Краснодаре девочка квадробер покусала ребенка Не, ну это неадекватно Тут как бы, это неадекватно не пошло на квадробера Потому что просто кусать кого-то Люди другие избивают других людей, что это адекватно Тут не важно, квадробер он или не квадробер Тут как бы тю-тюся за головой, надо с ребенком разговаривать Моя участница движения квадроберов укусила девочку на детской площадке в Мурманской области Знаете, это же обобщение, это же неправильно То же самое, что какая-то национальность Один человек из этой национальности сделал какую-то дичь И начинает винить всю национальность из этого Это же, простите, шовинизм, расизм Мы такое, осуждаем, не одобряем А тут, видите ли, можно получать, да? А вот такое, не осуждаем, не одобряем Но довольно странно, что на подобные новости имеется вот такая реакция О чем родители думают, когда покупают все эти маски и хвосты детям? Ожидаемо, не покупайте Пусть ребенок остается человеком Но знаете, тогда не нужно покупать детям маски какого-нибудь Человека-паука А то вдруг он полезет на стену Я об этом говорил уже Лучше не покупать даже пластиковую гитару А то, не дай бог, ребенок займется музыкой и потом наложит на себя руки в 27 лет То есть просто задумайтесь Мы живем в моменте, когда ребенку маску стало чем-то диким и аморальным Разумеется, конкретно подобные проявления с укусами явно стоит осуждать И как я понял, есть уже отдельный термин конкретно для подобных индивидуумов Довольно часто путают нас с агроквадроберами Агроквадроберы это как раз таки люди, которых ненавидят все общество Это люди, которые кусаются, сильно вживаются в образ животного И едят там корм животный Таких людей не любит никто, включая даже самих квадроберов Многие мои ровесники наверняка имеют успешный бизнес, вот это вот все А я пытаюсь разобраться в сортах квадроберов Но буду себя угрожать, что я ни о чем не жалею Все страхи именно от незнания и от непринятия нового Ну такой уж у нас народ Ну и много не очень лестных стереотипов Это то, что все квадроберы кусаются, едят кошачий корм Мама, я хочу льва Аслана, но у нас есть лев Аслан дома Лев Аслан дома Вообще, конкретно касательно отождествления себя с определенным животным Есть отдельный термин Териантроп, но уже не будем в это особо лезть Казалось бы, ну просто лай, он может кого-то напугать Кто-то может оступиться, неловко упасть Это уже чревато разбирательствами в суде с иском Да ты что, да ты что, конечно, конечно А собаки обычно не гавкают А люди обычно не матерятся и не ругаются на улице Не кричат друг на друга Так давайте всех засудим Все, кто повышает голос на хотя бы одну децибелку Вот дай децибелку Да все, суд, тюрьма, пожизненная Сыра Моментально У нас здесь все десерт, блин Классная фамилия, мне нравится эта фамилия Ее можно назвать сладкой Блин, это очень печально, если у человека, у которого фамилия десерт С этим, с диабетом, это грустно Представляете, сколько видео с квадроберами я посмотрел для этого ролика Так что если можно взыскать что-то в плане морального вреда за такое То, черт возьми, вот мои реквизиты, жду Нужно понимать, что у этого негативного шлейфа есть своя сторона Которая выходит за пределы комментариев в интернете В Волгограде группа подростков закидала камнями девочек-квадроберов В Новосибирске квадробером залили глаза баллончиком А депутат Виталий Милонов внезапно пнул восток Как мы все понимаем, что все вот эти идиотские штуки, они приходят Милонов, я не знаю, кто-то серьезно воспринимает этого клоуна Но вообще, я не знаю, как можно вообще воспринимать его серьезно Он же реально клоун Клоун невероятный И воспринимать серьезно этого человека, который каждый раз придумывает какую-то новую дичь Это же, это же себя не уважать Это же Кринжонов, реально Какой Милонов, блин В Восток Каще всего из Японии, из Кореи И вот эти нелепые, одетые, там, слонами, этими кошками, рисами подростки Они исчезнут, через полгода уже Надеюсь, это не угроза Разумеется, начали появляться сообщества анти-квадроберов У которых, вы удивитесь, тоже есть свой гимн Это же суна Вы обратились к одной нейросети Вы понимаете, что вы оставили след И вы по факту одно целое Так что анти-квадроберы и квадроберы Это одно целое Вот такая ваша жизнь Это как хейтеры и фанаты, понимаете Они друг друга ненавидят Но при этом они одно целое Одно комьюнити Вот так вот Вот так вот Ого, полегче Но вообще, на удивление, во всех новостных сюжетах, что я смотрел Всегда были представлены разные взгляды В том числе, крайне лояльные и позитивные Маму такое перевоплощение дочери не настораживает Напротив, поддерживает, даже развивается театральное мастерство Более того, некоторые положительные взгляды даже удивляли меня своими формулировками Есть такие основания, когда духовность человека развивается Именно благодаря подражанию животным И это целая техника развития духа Развития человека Это известно Честно говоря, не уверен, что многие из детей прям-таки развили свой дух Но в любом случае, будем честны Телевизионщики легко могли бы сделать из всех этих новостей про укусы Сюжеты типа квадроберы пожирают друг друга и скоро доберутся и до вас И все это, конечно, влияние Запада по массовому запированию населения В целом, по сути, хайп по квадроберам поднялся четыре месяца назад И мог бы там же примерно и стихнуть Но на шахматной доске появилась неожиданная фигура Знакомьтесь, Мия Бойко Возможно, она известна вам такими культовыми композициями, как Пикачу И такими западающими в сердце фразами, как Ладно, не буду выпендриваться, я не шарю за музыкальное творчество артистки Но инцидент, по сути, с ее музыкой не то чтобы связан напрямую На своем концерте Бойко вывела девочку, которая потеряла в толпе маму из зала на сцену И, разумеется, это было самое подходящее время, чтобы задать жизненно необходимый вопрос Просто великолепно, ребенок испуганный стоит, заплаканный И ты спрашиваешь, я просто не могу, блин Мия Бойко решила тупо кринжи навалить Молодец, молодец, умница, умница Просто ребенок испуганный, вот такой стоит, блин Он думает, господи, я хочу плакать, я хочу маму, домой хочу Ты мне про квадробера, блин, спрашиваешь? Ты серьезно? Типа, все нормально? Типа, ну, понимаешь, что это не та ситуация? Не дай бог Еще надо, не дай бог, понимаете? Ну, это просто жесть Ну, ребенку, представляете, вы на концерте человека, которого вы любите Ну, понимаете, дети же идеализируют Дети идеализируют всех кумиров, всех, кого слушают, музыкантов, блогеров Ну, это надо понимать, дети не такие, они максималисты У них все или очень плохо, или все очень хорошо Вот так вот Ну, дети, хотя и так взрослые некоторые, к сожалению До сих пор у них не все стало на свои места И тут, простите, твой кумир тебе говорит Да и бог ты квадробер И понимаете, для ребенка это же травма Ну, это реально травма А ты поешь песни про Пикачу, там, где про Пикачу ничего нет, блин Ты, блин, позе, да ты хоть в Покемон-то играла Да хотя бы в Покемон-го во время хайпа Скорее всего, нет Ты кого-то кроме Пикачу знаешь Сквирту там, Черезарт Надеюсь, я правильно назвал имена Я сейчас, смотри, сам их плохо помню Знаешь, а? Псает такая Я знаю Ну, я не пою песни про Пикачу Не пою Я вообще не понимаю структуру этого вопроса А если бы девочка ответила, что она котенок Тогда все было бы нормально? Но какая разница, типа, одно исключает другое? Знаете, в жизни есть один глобальный роковой выбор Либо ты котенок, либо ты... Извините Квадровер, сделайте правильный выбор Он определит все ваше бытие Или просто дело в том, что слово котенок русское И оно не режет исконно славянское ухо человека Который называет себя Мия и Бойко А че это не Мари? Как-то это чуждо нашему русскому духу Ты же человек, малыш, ты красивая девочка Посмотри какая Зачем тебе быть кошкой? Просто некоторым нравится Я решила тоже заниматься Это еще и занятие, да? Вот с Егором Шипом плясать на фоне Пикачу Вот это серьезно, вот это уважаемо Ой, квадроберы эти, я думала это вот сказка Казалось, что это... Да Вы просто осознайте ситуацию Даже если эти самые квадроберы этой Марии Однажды в утреннюю кашу нагадили И она очень сильно на них обиделась Есть же какое-то элементарное понимание ситуации Маленькая девочка потерялась Это уже стресс Вот она на сцене И на нее смотрит куча человек Это уже, как минимум, эмоциональное переживание Может, все-таки стоило воздержаться от вопросов Типа, кто ты по жизни? Убойка... Еще перед огромной аудиторией Понимаете, даже не личном разговоре Стоит огромная толпа Детей Которые злые Ну, давайте будем честно Дети, это капец злобленные существа Но они Я говорю, максималисты Они легко могут сорваться на другого ребенка И так далее Осуждать Ненавидеть Буллить Ну, дети Дети-злюки Печальные Да И просто Я не знаю Еще Это же ребенок же Прямого В школе узнают В тиктоке Тиктоках своих дурацких И прочим И все Большинство не все Ну, понятно же дело, что не все Но большинство детей Они же как стадо работают Начинают булить один Находят себя слабого И начинают булить толпой Но они как шакальчики маленькие К сожалению Большинство детей Они вот так вот себя ведут Какой-то недостаток песен в репертуаре Что она вынуждена как-то растягивать И хорошие дети Реально хорошие дети Потому что многие дети Принимают других детей Если у них добра туда слабость Скажем так То все Потом начинается Жестяк Шоу рубрикой Унижение маленьких детей Может ради этого и ходят на концерты Мини Бойко И что меня поражает Ну, сделала ты, допустим В неадекватном состоянии Какую-то глупость Но если верить сайту Дейли Афиша Она сама Опубликовала запись Всего этого У себя в ТикТоке Ну да Все должны увидеть Как ты самоутвердилась На фоне восьмилетней девочки Родина будет тобой гордиться Имия даже в ответ Накатила в Телеграме пост Квадроберы Как и другие Абсолютно чуждые Нашему обществу Венья Пришли к нам с запада Где нарушение Общепринятых норм Давно стало трендом Я не могу молча смотреть Как дети Не просто Ты поешь про Пикачу Это японский мультик Ты, ты, блин У тебя Нимя Не ровно Топу Не могу Какие ты Вы правильные, блин Сама в своем Ютубе ТикТоке сидит Придумал себе Англоязычный ник Запад Виноват, блин Кстати, музыка Которую я пишу Хоть и западная Под западными Лекалами сделана Ну я Ну я же не такая Смотрите Я миябойка Зато волосы синим покрасила А что ты волосы синим покрасила Это западные вияния Может еще Радугу накрась Просто Это же лицемерие Безумное Господи Какое-то жесткое лицемерие Она еще оправдывает И говорит дальше Что Ооо Господи Господи Блядь Мы такими людьми Живем на одной планете С каждым днем Я больше разочаровываюсь В людях Просто Люди Не люди А На блюде Половые органы Просто переодеваются В костюмы животных И мило бегают По парку Нет В некоторых случаях Они едят из мисок Пьют из лужи Роют землю Нападают на собак И людей Кусая их Ну хоть про Пикачу Не поют Не шарится Покемонов Извините Подобные задания О других квадроберов В специальных группах В соцсетях Давайте называть вещи Своими именами Это не нормально И я лишь хочу Обратить внимание Всех на эту проблему Ведь мы в силах Оградить свое общество От этого разрушения Допустим Да вот только девочка Что ела из миски На твоем концерте Может она пыталась Тебя искусать Нет Она просто стояла И ты начала с ней Диалог про квадроберов И ей богу Лучше бы ты на этой сцене Поела из миски Чем высказала То что высказала И уважаемый товарищ Мия Если ты такой борец За бугорным влиянием А чё это она в гучи ходит И уважаемый А чё Это гучи Блин ну похоже на гучи Я не сильно шарю в брендах А чё это мы в гучи ходим Это же западная А чё они В вязанке какой-то В лаптях Извините У меня У меня же прорвало А почему фон Радужный Может мы поддержим Что-то Мы товарищ Мия Если ты такой борец За бугорным влиянием То я жду Когда ты в своем клипе Срочно заменишь Пикачу на чебурашку А то это как-то неправильно Но вместо этого Мия не прогибается И продолжает Гнуть свою линию Шипят Мяукают Пристают к собакам Кусаются Могут быть агрессивными Ну то есть Если вы даже Поищите в поисковике Определение слова Вы увидите странные видосы И вы также Увидите определение Что это направление Аморальное Аморальное направление Западное Говорит она В западный микрофон Если что Это меня всегда удивляло В людях В пропаганде Вот реально Меня прям Вот так трясет Когда они расскажут Вот запад Вот это Аморальное Запад И сидят Говорят в шурик СМ7Б Который как бы Сделан на западе Классика 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 Если еще можно Принять то Что ребенок Может творить Всякие глупости В маске И с хвостом Или без них То вот Когда взрослая Девушка Может позволить Себе подобное Вот это Действительно Страшно Ну Для меня удивительно То количество хейта Которое потом На тебя Вылилось Просто Свалилось как бы. Для меня неудивительно. Почему? Потому что люди злые. А-а-а! Люди злые! Я-то дёбляя! Я дёбляя! Да бляська! Да блясичка! Капец! То есть... Я не могу просто... Я не могу. У меня это видео рвёт. Мне давно так не рвало. Но меня это видео просто порвало. У меня просто разлетелась жопа на все кусочки, которые там возможно. Ну и какое моё отношение ко всему этому явлению? Конечно, в любом движении есть проявление неадекватности среди определённых индивидуумов. Конечно, с ребёнком нужно говорить, и явно не на сцене, когда на вас смотрит толпа народа. Надо пояснять, что есть грань, которую... И, простите, должен говорить с ребёнком его как минимум близкие люди, а не какая-то рандомная девочка-танцовщица, поющая про Пикачу. Извините, но это так и должно быть. Такого чёрта ты резишь к ребёнку. Она обязалась тебе за помощью, ты ей рассказываешь, как она должна себя вести. Не надо пересекать, если это необходимо. Объясняй, что твоя свобода самовыражения заканчивается там, где начинается свобода других людей. Я говорил, твоя личная граница заканчивается там, где начинаются личные границы другого человека. Это всё объяснить. Ну, прыгает ребёнок в своих перчаточках, в масочке, с хвостиком, да пусть прыгает. Если он не кусает никого, не портит себе здоровье, в принципе, они же этим не портят себе здоровье, ну, кроме там прыжков на прямой руки, ну, это ладно. Это у меня, вы поняли, больная тема. То всё нормально. Я никогда не понимал проблемы. Ну, окей, посмотри, посмотрит кто-то криво. Ну, окей, ну... И что? Я тебе это не волнует тот момент. Это разумнее, чем возмущаться на тему покупок масок, будто конкретно маска делает какие-то трансформации в человеке. Мы вроде же не в фильме с Джимом Керри. И главное в этом диалоге с ребёнком самому не потерять человеческое лицо, что, к сожалению, многие взрослые успешно делают и без всяких масок. Ну и это, квадроберы, не обижайтесь на какие-то мои шутки в этом ролике. Я просто вам завидую, ведь если я сделаю вот так, моя спина, скорее всего, так хрустит, что я больше вообще не встану. Ну, Жиза, это Жиза. Ну, а с вами был Акр, жители Краснодара. 22 сентября я буду на фестивале Фандом Балкон со своими комиксами. Всех вас жду. Да, разлетелась у меня, конечно, поп-пя, поп-я разлетелась на кусочки маленькие, вот такие. Да, хорошее видео. Нет, это реально хорошее, крепкое видео. Я люблю такие видосы, там, где у меня бомбит, там, где я люблю пообщаться. Круто, прям вообще кайф. Вот это видео я ставил кайф. Это 10 из 10. Это вот, вообще, это реально десяточка. Спасибо, Акр, за такой видос. Всем удачки. Всех люблю. Ссылую. Пока.